2012 год не порадовал любителей здорового хохота обилием достойного кинопродукта и появлением явных сенсаций. Все ждали конца света и были ориентированы на фильмы-катастрофы. Наиболее смешной лентой можно считать продолжение американского пирога. Восьмая часть все в сборе, это масса позитива, умопомрачительные кадры и типичная американская пошлятина. Это подходящий фильм, чтобы отвлечься от клопот и вспомнить начало нулевых. В картине встречаются повзрослевшие друзья, всех интересуют молоденькие девочки и интимные приключения. Дефицит отпадных комедий просто вынуждает упомянуть фантастику «Люди в черном 3». Лента не хуже двух первых частей, в ней много смешных моментов. В этой части Джеймс Эдвардс отправляется в 1969 год. Ему предстоит спасти от смерти молодого Кевина Брауна, который станет его напарником в будущем. В картине полно гадких и смешных инопланетян. В самом конце Джеймс видит себя в детстве и знакомится с отцом, который погибнет на его глазах. Фильм достоин внимания. Обязательно надо обратить внимание на полицейскую молодежную комедию «Мачо» и «Ботан». Двух молодых и очень тупых полицейских направляют в школу под видом учеников. Их задача – найти дилера, поставляющего наркотики в это учебное заведение. Зрители ждут погони, масса смешных сцен, порция пошлятины и типичной голливудской примитивщины. Качественная ржака гарантируется. Отличный подарок от студии «95 квартал». Супер пародия и просто шоу, которое назвали «Ржевский против Наполеона». Лента полна креатива и аллегорий, ее можно пересматривать раз в год. Сюжет закручен на том, что помешать Наполеону завоевать Россию, поручают скандальному блуднику Ржевскому. Его переодевают в женщину, которая свела с ума императора. В картине есть все, даже Ван Дамм, которого Ржевский буквально раздевает. Жаль, что теперь эту ленту не покажут ни в Украине, не в РФ. Астерикс и Абеликс в Британии. Это четвертая экранизация популярных комиксов. В этой части фантасмагории главные герои спасают Британию от армии Цезаря. Победить агрессора помогают не только дружбы и находчивость, но и чудо-зелья, которое готовит Астерикс. Именно вокруг поиска пропавшей бочки с релаксом крутится весь сюжет. Не каждому по душе гротескный юмор, но все компенсируется качеством фильма и ценностями, которые он продвигает. Римский легион, пограничный контроль, а ну-ка покажите свои папирусы. А, сейчас. Грязная компания за честные выборы. Фильм с говорящим названием «Грязная компания за честные выборы» будет интересен умным и думающим людям. В нем много смешного и даже пошлого. Сюжет завязан на том, что в штате Северная Каролина мало политиков. По этой причине в Конгресс постоянно избирают наглого, лживого и похотливого Кэма Бредди. Но в этот раз его решили наказать, его оппонентом станет странноватый чудак Марти Хаггинс. Зрителю потребуется запастись попкорном, узнать о грязных технологиях и сделать вывод, что нами правят идиоты. А я однажды засунул светляка в жопу. Зачем? Чтобы мои пуки светились. Замуж на два дня. Это романтическая история Изабель. В ее семье первый брак всегда был неудачным. Она любит Пьера, но боится выйти за него замуж. И тогда в голове рождается план – выйти за первого встречного на пару дней. Судьба сводит ее с Жан-Ивом. Далее следует череда приключений. В итоге Изабель понимает, что полюбила этого странноватого парня. Курьезных сцен в картине «Уйма». Переполох на районе. Молодежную картину можно считать французской версией фильма «Не грози южному централу». Три молодых мигранта живут на пособия и мечтают о съемках в порнофильмах. И такой шанс у них выпадает. Чудаков ждет ряд приключений, где будет место по шлятине и примитивным шуткам. Это не шедевр, но во Франции это был самый кассовый фильм года. Лента продвигает идею, что сообща можно победить зло. Назови хоть одну тёлку, которая на тебя запала. У тебя же их так много. Ладно. Твоя мама. Восемь первых свиданий. Сюжет комедии от студии «95 квартал» уже встречался в других произведениях. Проснуться в постели с незнакомцем – это знак и воля судьбы, от которой не уйти. Романтическая история любви двух разных молодых людей. Хорошее тому подтверждение. Добрый, красивый фильм о том, что мы иногда бессильны и не можем сопротивляться обстоятельствам. Римские приключения. Все события происходят в столице Италии. В картине переплетаются четыре забавные сюжетные линии. Они связаны с нашей жизнью и проблемами. Зрителя ждёт встреча с солистом, который голиком исполняет арию на сцене. Забавно выглядит история простого клерка, на которого обрушилась слава. А родители парня принимают проститутку за его невесту. Это позитивный фильм для умных и думающих.